Собрать оборудование, покрасить полы, закупить инвентарь. В школе села Ульяновка Кузнецкого района считают дни до торжественного открытия нового корпуса учреждения. В нем расположатся спортивные и актовые залы, библиотека, пищеблок. Запуском объекта удастся решить сразу несколько немаловажных вопросов, которые тормозили образовательный процесс. Была необходимость огромнейшая, потому что питание детей мы осуществляли привозным способом. А спортивный зал у нас, так как за неимением спортивного зала, вся физкультурная программа была нацелена на легкую атлетику, шахматы. То есть мы не могли использовать полностью программу. Объект строился поэтапно. В 2007 году возведение третьего корпуса было приостановлено из-за отсутствия финансирования и лишь в 2020 возобновилось. Но за период консервации часть материалов уже пришла в негодность, их вынужденно заменили. Но из-за этого произошло увеличение стоимости работ. Мы укрепили фундамент, сделали два армпояса. И все это привело к тому, что 7,5 миллионов произошло удорожание. Вот просьба как-то помочь в этом плане. Потому что 39 миллионов практически освоено, плюс 7,5 миллионов на удорожание. Документация в экспертизе должна, я вам докладываю. Куда она выйдет из экспертизы? Ну, в ближайшие дни. В ближайшие дни. Ну, тогда письмо мне давайте, хорошо, по объекту. Будем вам помогать. С 1 сентября здесь будет обучаться 124 ребенка. Но это далеко не полная загрузка. В связи с этим Олег Милинченко поручил рассмотреть возможность создания на базе учреждений 10-х и 11-х классов, чтобы не возить учащихся в районный центр. А в школе села Радищево руководитель региона рекомендовал решить вопрос с организацией детского сада в общеобразовательном заведении. Но для начала предстоит заменить окна во всем здании. Ваша школа заявлена же в программу, которая будет по ремонту школы федеральной. Будут выделяться деньги. Поэтому вот я думаю, что, во-первых, она в программу попадет с высокой долей вероятности. Ну, а во-вторых, конечно, мы дополнительно выделим средства, тогда и будем делать окна. Оценив состояние школы, Олег Милинченко предложил рассмотреть возможность в ближайшее время капитально отремонтировать всё учреждение. Проработать вопрос о реконструкции руководитель региона поручил и в отношении культурно-досугового центра села Явлашево. На его базе функционирует 17 кружков, и любительских объединений занимается более 360 человек. Здесь проходят все социально значимые мероприятия. По инструментам что у вас, как дела, есть? Инструменты есть. Есть, но хотелось бы, конечно, более что-то для... Более хорошее оборудование. Более. Хорошо. Ну, это надо тогда учесть. Центром притяжения станет, уверены местные жители, новый двухэтажный спортивный комплекс в селе Малый Труёв. Его возведение ведётся на средства местного индивидуального предпринимателя. Учреждение нуждается в оснащении инвентарём. Олег Милинченко пообещал помочь в решении данного вопроса. «Открыть можем раньше? Или дождём? Хотелось бы, чтобы он на комплекту оборудован был? Давай, давай. Ещё лучше было бы, да. Ещё лучше было бы. Ну, давайте. Хорошо. Давайте на оборудование, тогда заявку. Давайте. Хорошо. Мы с оборудованием поможем. Олег Милинченко принял решение о выделении порядка 12 миллионов рублей на оснащение спортивного комплекса. То же самое.